Уважаемая Галина Ивановна, сейчас, как вы понимаете, непростое время, и мне поручено у вас узнать, все ли у вас хорошо. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Нет ли каких-то жалоб на здоровье? Спасибо, хорошо. Ольга Рафалович – педагог дополнительного образования в Звенигородском детском доме творчества, руководит молодежным объединением «Острое перо». Во время рабочего дня она преподает начинающим медийщикам основы журналистики. Когда занятия заканчиваются, вместе с коллегами выполняет важную миссию – помогает пожилым людям. Я так считаю, что у нас сейчас период трудный, и целые слои населения у нас оказываются просто беспомощными. Кто-то должен им оказать помощь. Ведь это люди пожилые, среди них есть одинокие, брошенные старики. Кто-то должен. Вот я думаю, что так. Кому-то нужны медикаменты, кому-то помощь по дому и закупка продуктов. У кого-то возникают коммунальные проблемы. В решении этих вопросов Ольга Рафалович и другие добровольцы пенсионерам помогают справиться. Они берут на карандаш все просьбы и передают их в соответствующие инстанции и службы, а также напоминают о главных мерах предосторожности во время пандемии. Мы очень вас просим оставаться дома по возможности, сократить контакты с людьми. Это очень важно для вашего здоровья. Ученики Ольга Рафалович поддерживают ее инициативу. Даниил Ксенофонтов планирует связать свою жизнь с медиа. И уже три года обучается в объединении «Острое перо». Участвовал в журналистских проектах по освещению волонтерской деятельности. Я считаю важным освещение некоммерческих организаций, их работы, волонтеров. У нас в Звенигороде, кстати говоря, даже несколько организаций есть. И они все трудятся на благо разных таких социальных групп. Это очень даже хорошо. Педагоги детского дома творчества в Звенигороде откликнулись на призыв главы Одинцовского округа Андрея Иванова и стали в ряды волонтеров. За ними закреплены 169 пенсионеров. Для предметного анализа потребностей людей пожилого возраста разработаны специальные анкеты, которые волонтеры используют во время телефонных опросов. В анкету включены вопросы лекарственного обеспечения, закупки продуктов питания, помощи в оплате ЖКХ, помощи записи к врачу, ну а также проблемы отопления, горячего водоснабжения. То есть масса проблем. В телефонных разговорах волонтеры каждый день напоминают, что на территории Одинцовского округа развернут волонтерский штаб Московской области. Администрация муниципалитета постоянно взаимодействует с волонтерами. При первой же необходимости можно связаться с оператором и оставить заявку по телефону в горячей линии. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.